Но часть некую, то они отвратились бы от смрада и зловония души моей. Если б все члены тел человеческих превратились в языки, чтобы укорять нас, и убежден я, что и тогда не смогли бы они вполне выразить наше бесчестие. Всякий укоритель часть только некую укоряет. Всего же знать он не может. Если Еву говорит, я исполнен бесчестие, 10.15, а что полно, то не вмещают уже ничего более. Что скажем мы, бездна и сущий зол? Всяким грехом смирил нас дьявол, и мы должны быть благодарны тем, которые смиряют нас уничижением, ибо те, которые бывают благодарны за свое уничижение, стирают главу дьявола. Святые же отцы сказали, что если смирение низведено будет до дна, до ада, оно вознесется до небес. И напротив, если гордость возвысится до небес, она низведена будет до ада. Кто заставит уничиженного сплетать помыслу против кого-либо, или хоть похулить кого, или возложить вину на другого? Ибо что бы ни потерпел смиренный, или не услышал, он берет от этого повод к тому, чтобы себя самого похулить и уничижить. При этом блаженный Зосима припомнил, как Ава Моисей, когда клирики высылали его из алтаря, говоря, «Поди вон, Эфиоп, начал себя самого уничижать, говоря, добре они с тобой поступили, чернокожий. Не будучи человеком, не ходи в среду людей, хорошо они сделали». Что удобнее к исполнению того, что слышим от святого и деятельного наставника нашего Ава Амона, который говорит, «Внимай тщательно себе, чего ради вышел ты из мира и зачем ты здесь? И всячески старайся, когда кто скорбь какой причинит тебе, молчать и отнюдь ни одного слова не произносить, пока непрестанная молитва не укротится сердце твое, и потом уже умоляй брата о прощении. Ибо кто любит истинный и прямой путь, тот, когда смутится чем, всегда сильно укоряет и обличает самого себя, говоря, что беснуешься, душа моя, и что метешься, как помешанная. Этим самым показывай, что ты больна, ибо если б не была больна, то не страдала бы. Для чего же ты оставил укорять саму себя, упрекаешь ты брата, который показал тебе болезнь твою? Делом и истинной научайся заповедям Христа Господа, который укоряем против не укорял, страдая не угрожал. Слышишь, что говорит он и что делом показывает? Плечи мои отдал на раны и ланит моих на заушение, Леса же моего не отвратил от стыда заплеваний. Писай 56. Ты же, бедная душа, за малое похуление тебя и непочтение, За некое презрение и отвращение, осуждение и оклеветание, Сидишь, сплетая бесчисленные неприязненные помыслы, Чем наветуешь сама на себя, как демоны. Что сам демон может сделать такой душе больше того, что она сама себе делает? Крест Христов видим, а страданиях его, какие претерпел он ради нас, считаем каждый день, А сами ни одного оскорбления не переносим. Поистине, мы уклонились от правого пути. Если кто-мофусалову проживет лета, а не будет шествовать тем прямым путем, Каким шествовали все святые, Говорю о пути обесчищения и несправедливых уронов, И мужественного их претерпения, Сто дни преуспеет ни много ни мало, И не обретет сокрытого в заповедях сокровищ, А только напрасно потратит все лета жизни своей. При этом прибавил он, Когда был я у блаженной Дионисии, Один брат спросил у ней что-нибудь в благословении, И она дала ему что и сколько могла. Но как ему дано было не столько, сколько он ожидал, То он начал ее поносить и говорил на нее и на меня нелепые речи. Услышав это, она растердилась и хотела отплатить ему чем-нибудь. Поняв это, я сказал ей, что ты это делаешь? Этим ты наветуешь сама на себя и отъемлюсь всю добродетелю души твоей. И что по достоинству терпишь ты такого, Что Христос потерпел ради тебя? Знаю, госпожа, что ты рассорила все имущество свое, Как ссор. Но если не взыщешь кротости, То будешь то же, что кузнец, Который бьет кусок железа, А нужной вещи не выделывает. Послушай, что говорит Игнатий Богоносец. Зыщи кротости, Кое разрушается вся сила князя века сего. Признак того, что мир совершенно оставлен, Есть не встревоживаться ни из-за чего. Бывает, что иной, презрев многие сокровища, Пристращается к Игле, И это пристрастие причиняет ему смущение и тревоги. Тогда Игла заступает у него место сокровищ. Вот как бывает иной рабом иглы, Или кукуля, или мантии, или книги, Переставая уже быть рабом Божиим. Хорошо, сказал некто из мудрых, Что сколько страстей в душе, Столько и Господь. И Господь говорит, Где сокровище ваше, Там будет и сердце ваше. И апостол также, Кто кем побежден, Тот тому и раб. Выслушав это, Она посмотрела на меня с удивлением и сказала, Да обретешь ты Бога, Которого вожделеваешь. Душа желает спастись, Но вожделевая благ суетных, И об них заботясь, Бегает трудов по делу спасения. Хотя поистине, Не заповеди тяжкие, А злые пожелания наши. Бывает же, что иной раз мы, Боясь утонуть в море, Или попасться в руки разбойников, Все презираем, И охотно бросаем вещи свои, Когда видим, Что спустя немного Предвежит нам смерть. Но если для того, Чтобы еще немного пожить на земле, Все мы презираем, И за счастье считаем, Если все потеряв, Спасем самих себя от разбойников, Или от моря. Причем незадолго перед этим, Бесновавшийся из-за олова, Спешно бросает все, Чтобы только сохранить Превременную жизнь. То почему не держим мы Такого расчета И относительно жизни вечной? Почему не силен у нас Столько страх божий, Сколько силен страх моря, Как сказал некто из святых? Десять. В подтверждение сего, Ава рассказал Следующий случай, Слышанный им от неких. Некогда один торговец С камнями сел на корабль С детьми своими, Имея с собой Множество драгоценных камней И маргаритов, Которые надеялся Выгодно продать В той стране, Куда направлялся. Слышилось ему Посмотрение Божие Особенно полюбить Одного отрока, Прислуживавшего ему на корабле. И он утешал его, Как и сам утешался им И давал ему есть то же, Что сам ел. В один день слышит отрок сей, Как корабельщики Шепчутся между собой И прислушавшись узнает, Что они порешили Торговца того Бросить в море Из-за камней его драгоценных. Это очень его опечалило. Когда потом с лицом печальным Пришел он к тому торговцу Камнями, Чтобы по обычаю послужить ему, Тот спросил его, Чего ты на ней так печален? Ничего, Отвечал отрок, Не смея сказать истину. Вот опять спросил, Есть что-то у тебя, Скажи мне по правде, Что такое? Отрок зарыдал И сказал ему, Так и так умыслили Против тебя корабельщики. Точно так? Спросил купец. Да, Ответил отрок. Так они положили между собою. Тогда купец призвал детей своих И сказал, Что не скажу вам, Сделайте то, Не упираясь. Потом, Разослав полотно, Сказал им, Принесите сюда ящики. Они принесли. И он начал выкладывать камни. Выложив же все, Проговорил он, Такова жизнь. Из-за этих вещей Я подвергаюсь опасности Быть брошенным в море И спустя немного умереть, Ничего не взявши с собою. Затем приказал детям, Выбросьте все это в море. И они вместе с словом его Тотчас выбросили все в море. Изумились корабельщики, И разорился умысел их злой. Кончив этот рассказ, Блаженный Ава Зосима прибавил. Видите, куда вдруг Устремился помысл его. Как тотчас сделался он Любомудрым и в словах, и в делах. И это для сохранения Этой кратковременной жизни. И справедливо поступил, Рассуждая, что если умрет, Какая ему польза от этих камней. А мы и малые потери Или лишения Не хотим равнодушно Перенесть заповеди ради Христовой. Но если уже не можем Не печалиться, То следует печалиться О погибели, Причинившего нам вред, А не о потере имущества. Ибо тот, А неправдававший, Себя изверг из царствия, Так как неправедное царствие Божие Не наследует. А тебе, А неправдаванному, Доставил жизнь вечную, Как говорит Господь таковым, Радуйтесь и веселитесь, И во мда ваша велика на небесах. Мы же, Оставя печаль о погибели члена Христова, Сидим и сплетаем помыслы О вещах пленных и ничтожных, Погибельных и ничего не стоящих, Поистине достойны мы Всякого наказания. Бог возел нас в чин членов тела, Имеющего главой и Христа Бога нашего, Как сказал апостол, Вы члены тела. Многие суть, Единое тело составляете, А голова всех – Христос. Потому, Когда брат причиняет тебе скорбь, То это подобно тому, Как саждущая рука или болящий глаз Заставляет страдать другой член. Ведь руки мы не отсекаем, И не отбрасываем, И глаза не выкалываем, Когда они причиняют нам боль, Почитая большим для себя Вредом отъятия того или другого Из этих членов. А напротив, И крестное знамение, Сию честнейшую печать Христова На них полагаем. И святых по молитве призываем, И свои прилежные о них Приносим Богу молитвы. И вместе с этим Приготовляем калурии, Глазные мази, И пластыри, Чтобы помощи их излечить Болящий член. И так как молишься ты О глазе или руке, Чтобы они уворачивались И не причиняли тебе боли и боли, Так молись и о брате своем. Мы же, Видя как члены Христова, Такой терпят душевный вред, Не только не скорбим о них, Но даже молимся против них. Это поистине свойственно тем, Который не имеет милосердого сердца. Стижавший утробы щедрот, Любови, сострадания, Прежде себя самого радует и пользует, А потом и ближнего, Как напротив злость, Ранит ее и изъявляет, Прежде того, кто имеет ее. Хотя и кажется, Что он вред причиняет ближнему В имении, Или в чести, Или в самом даже теле, Но в самом деле он себя Самого лишает жизни вечной. К этому приложил Ава из речения, Что не вредно для души, То не вредно и для человека. Некто сказал мне, Ава, слишком много того, Что заповедано нам, И помрачается ум, Когда станешь рассматривать, Что соблюдаешь и чего не соблюдаешь. Я ответил ему, Это пусть не смущает тебя. Но вот что содержит в мысли, Что если будешь непристрастен к вещам, То удобно исполнишь всякую добродетель. Не ссорясь из-за них, Ты не будешь злопамятствовать. И тогда какой труд будет для тебя Молиться за врагов? То же ли, что копать землю? Но иди путем терпения, Переноси благодушно неправые потери В имуществе, Благодари за бесчещение. И ты, вот ученик святых апостолов, Которые, возвращаясь из судилища После побоев, радовались, Что сподобились за имя Христова Приять бесчестие. И они, как чистые и святые, За имя Христова прияли бесчестие. Мы же должны подвергаться бесчестии За грехи свои. Мы бесчестны, Хотя бы никто не бесчестил нас. И прокляты, Ибо проклятый, говорит пророк, Уклоняющийся от заповедей твоих. Не всем принадлежит терпеть бесчестие За имя Христова. Не всем, Но только святым и чистым, Как я сказал. Дело же подобных нам людей Есть с благодарностью принимать бесчестие, Исповедуя, Что справедливо терпим За худые дела наши. Окаянна та душа, Которая, зная свои нечистые дела, И видя, что достойно терпит то, Что терпит, Сидит, И обманывая совесть свою, Сплетает помыслы, Говоря, Он мне то и то сказал, Бесчестил меня и поносил, Наветая сама на себя, И сама заменяя для себя Место демонов. Ибо что бывает у художников, Тоже случается и с душою. Как там главный мастер, Преподав искусство ученику, Оставляет его потом работать Самого по себе, И не имеет более нужды Сидеть подлин его, А только по временам Надсматривает за ним, Не разленился ли, Или не испортил ли дело. Так и демоны, Если увидят душу покорную И легко принимающие Злые помыслы, Придают ее этому Сатанинскому искусству, И не считают уже нужным Сидеть подлин ее, В уверенности, Что и ее самой одной Достаточно К навету против себя, Только по временам Приходит посмотреть, Не разленилась ли она. Что удобнее, Как любить всех, И что приятнее, Как быть любимым всеми, И какого утешения Не имеет заповеди Христовы. Но произволение Не устремляется К исполнению их, Ибо если бы устремлялось, То при помощи благодати Божией Все было бы для него легко. Малое влечение Воли нашей на добро Привлекает Бога на помощь, Как я часто говорил. И как говорит Божественный Антоний, Для добродетелей Нужно только наше желание И опыт. Не нужно нам Отправляться вдаль Для стяжания Царствия Небесного, Ни переходить в моря Для добродетелей. Какое упокоение Вкушает кроткий И смиренный. Поистине, Кроткие наследуют землю И насладятся во множестве мира. Шли мы однажды, Я один брат И из мирян несколько, По Неопольской дороге В Самарии. И пришли на то место, Где была таможня. Миряне, знавшие, Что по обычаю Тут требовалось, Отдали почву, Но ничего не говоря. Но брат, бывший со мной, Начал противоречить, И говоря им, Смейте вы требовать С монахов. Услышав это, Я сказал ему, Что ты делаешь, брат? Ты, хотя и бессознательно, Не другое, что говоришь ему, Как чти меня, Как святого. Другое дело, Если бы он сам, Видя твою доброту, Волю и смирение, Устыдился и сказал, Прости, не возьму. Итак, Ты поступил Не как ученик Кроткого и смиренного. Отдай, что должно, И проходи далее с миром. Пятнадцать. В другой раз, Потому что крестом поклялся, Не мирите. Тогда, улыбнувшись, Я сказал ему, Клятва твоя имеет Такой смысл. Клянусь честным крестом твоим, Что не буду соблюдать Заповеди твои, Но буду творить волю Врага твоего дьявола. Ведай же, Что они только не обязаны, Мы стоять в своем слове, Сделать какое-либо злое дело, Но более должны каяться И сокрушаться о том, Что положили сами с собой Поступать так, Как говорил богоносный Василий, Если бы Ирод опомнился И не исполнил клятву своей, То не впал бы в великий грех Обезглавленнее предтечи Христова. Наконец я ему привел Сказание Святого Евангелия О том, Как когда Господь хотел Умыть ноги Святого Петра, Этот последний с ретивостью И свойственною к клянущимся Говорил, Не умоешь. А потом не только согласился на это, Но и возжелал большего. Спросили меня, Как следует обуздывать гнев? И я сказал в ответ, Начало обуздания гнева Есть не говорить, Пока продолжается гневное раздражение. Примеры этому видим на Аве Моисея, Который, когда отцы, Желая испытать его, Говорили в собрании между собой, Зачем этот Афеоп Входит в наше собрание? Слыша, то молчал. И когда после собрания Некоторые спросили его, Смутился ли он, Отвечал, Смутился и не говорил. Но так было вначале, Когда же потом усовершился он И был посвящен в диаконы, То не только молчал, Но и не смущался. Вот что было. Архиепископ, Желая испытать его, Сказал клирикам, Когда войдет Ава Моисей В алтарь, Вышлите его вон, И идя за ним, Подслушайте, Что он будет говорить. Когда пришел он в алтарь, Клирики сказали ему, Пойди вон, Чернокожий эфиоп. И он вышел, Говоря себе, Хорошо поступили с тобою, Не будучи человеком, Зачем входишь В собрание людей? Теперь уже он не только промолчал на смеяние, Но и не смутился, И не только не смутился, Но еще и укорил сам себя, Смущаться и не говорить свойственно несовершенным, И новоначальным. А даже и не смущаться, Есть дело совершенных, Как говорит пророк, Уготовился и не смутился, Псалом 118,60, И это есть великая добродетель. Мы же, большей частью, Оказываемся стоящими ниже самых новоначальных, Когда не стараемся одолеть себя И заставить себя смолчать, Когда зародится гнев, Думая по великому нерадению своему, Что добродетель это высока И недоступна для нас, Даже желания не показываем, Чтобы положить начало этому над тобою труду, И тем привлечь благодать Божью в помощь себе, Или если по-видимому и показываем желание, Но вялое, не твердое, И недостойное того, Чтобы получить от Бога какое-либо благо. Дело жизни нашей идет так, Привносит кто в дело от себя труд произволения, И получает, что потребно для него от благодати. Как земледелец, пусть и немного посеет, Но если Бог благословит труд его, Приобретает много, Как написано об Исааке. Сел Исаак в земле той, И приобрел в то лето Стократный плод ячменя, Благословил же его Господь. Бытие 26.12 Так, если благословит Господь труд и произволение нашего, Мы станем все творить без труда, Непринужденно и сладостью, И от всего получать пользу. Молитва с самопринуждением и терпением Рождает молитву легкую, чистую и сладостную. И та с самопринуждением бывающая, Есть дело произволения, А эта, совершаемая с усложжением, Есть дело благодати. Не тоже ли видимы в деле Навыкновение искусством? Приступающий к искусству, Пусть и с твердым желанием выучить, Приступает сначала, Работает с трудом, Недобре слаживает одну часть с другой, И часто портит. Но не падает духом, А опять берется за дело, И хоть опять испортит, Не покидает дело, Показывая учителю твердость своего произволения. Если он упадет духом и покинет труд, То ничему не научивается. А если, несмотря на то, Что часто портит, не покинет труда, Но будет с терпением продолжать трудиться и работать, То, наконец, при содействии Божьем, Навыкает искусство И начинает все изделия понемногу производить, Не тяготясь, с удовольствием, И с таким успехом, Что добываемого через сто Бывает достаточно к полному его содержанию. Так и в деле духовной жизни, Решающий сотворить добродетели, Не должен думать, Что тот сейчас преуспеет в них, Потому что это невозможно, Но пусть употребляет усилия, И хотя в начале дела его будет идти Не совсем исправно, Пусть не отступает от начатого, Иначе не достигнет успеха, Но пусть снова и новое употребляет усилия, Подобно тому, Как делает желающий научиться Какому-либо искусству. Когда он таким образом будет С терпением трудиться, Не теряя духа, Бог призрит на труд его произволения, И подаст ему силу Все творить без принуждения. И вот это именно и значит, Сказанное Авой и Моисеем, Сила для желающих стяжать добродетели Заключается в том, Чтобы не малодушествовать, Когда случится пасть, Но снова воспринимать ревность И труд о том же. 18, страница 118, Третий том добротолюбия Блаженного Авы Зосимы Собеседование Для всякой добродетели Потребны и труд, и время, И то, чтобы желать ее искренне, Особенно же потребно для нее Содействие Божие. Ибо если Бог не посодействует Произволению нашему, Напрасно будет и труд наш, Так же, как и труд земледельца, Обработавшего и засеявшего Своей земли, если не одождит Бог на семья его. Содействие же Божие требует Наших молитв и молений, Ибо ими только привлекаем мы Помощь Божию в заступление нас. Если вознеродим о молитве, То как Бог призрит на труд наш? То же, если и будем молиться, Но лениво и рассеяно, Или скоро скучать за молитвой, Ничего получить не сподобимся, Как я всегда говорил вам, Ибо Бог смотрит на наше произволение И, судя по нему, подает дары. Не был ли прежде Ава Моисея Начальником разбойников? Не наделал ли он тьмы преступлений, Так что должен был укрываться От господина своего По причине злонравия своего? Но так как он мужественно И с таким теплым произволением Приступил к делу, То знают все, В какую достиг меру, Так что сопричислен был К избранным Божиим, Как говорит писатель Жития его. Мы же хотя в начале отречения Показываем теплоту и усердие, Но со временем по нерадению своему Теряем ее, Пристращаясь к вещам Охлаждающим, пустым И ничего не стоящим Взамен любви к Богу и близним. И при том, если успеем Что сделать доброе, Приписываем то себе, Как будто своими То сделали силами, А не от Бога приняли их. Тогда как истина говорит, Что имеешь, чего бы не получил, А если получил, что хвалишься, Как будто не получил. Девятнадцать. Не обеднел Господь Иисус И не обессилел, Чтобы даровать и нам Такие же блага, Какими обогатил Он Святых патриархов, Если бы видел, Что мы во благо себе И славу Его пользуемся тем, Что уже даровал Он нам. Но как видит, Что мы по своей неустроенности Во вред себе обращаем Данные уже им нам Невеликие и немногие дары, То как человеколюбивый И не веряет нам больших, Чтобы мы не погибли в конец. Если бы Он видел, Что мы во благо себе Обращаем немногие данные уже, То, конечно, Не был бы бессилен Даровать нам и большее, Как я сказал впереди. Бог, Как я всегда говорю, Будущий благ Дал нам свободу И возможность От всего получать пользу. Но мы через пристрастие И злоупотребление Губим дары Божии И лишаем себя их, Когда дарованное уже нам благо По своему злоумию И злонравию Обращаем во вред себе. Двадцать Никто не может причинить Вред верной душе, Но все, что не постраждет она, Вменится ей во благо. Работник, хотя и отягчен, Бывает трудом, Но благодушно продолжает Трудиться в уверенности, Что после труда Получит мзду. А неверный, встречая, Что тягостное, Мучится, как в аду, По причине неверия своего. Верный При всех тягостностях своих, Пребывающий верным И с уверенностью Чающий воздаяние Затерпение свое, Великое из того Почерпает утешение. А неверный, не имеющий веры, Получит, что от Господа, Какое может иметь утешение? Сидит и тлеет в помыслах, Хотя малое встретит, Что скорбное, Разлагольствуя в себе. Он мне сказал, Но и я имею нечто Сказать ему. Злопамятствует И замышляет вещи невозможные, Которых он совсем бессилен Произвести в дело. Ибо не все, что замышляют, Люди могут уже и сделать. Нет, но только то, Что попускается им от Бога. И это, Ими же один он есть с судьбами. Часто замышляет иной Сделать зло другому. Но если не попускает всего Бог, Тщетны бывают усилия его, И только испытываются Через то произволения человеческие. Сколько замышляли Сделать зло святым патриархам, Но как не попустил этого Бог, То никто никакого не мог Сделать им вреда, Как написано. Не оставит человек Обидеть их И обличить о них царей. Не прикасайтесь Помазанным моим И пророкам моим Не делайте зла. Когда же Бог Вас хочет показать Преизбыточество силы своей, Тогда сердца Даже самых немилостивых Подвигает на милость, Как написано в книге Даниила. И дал Бог Даниила В милость и щедроты Перед старейшином И евнухов. Блаженна душа Через жаждание Бога, Истинно уготовившего себя К принятию даров его. Потому что он ни в чем Не оставляет такой души, Но во всем покровительствует ей, Даже и в том, О чем она по неведению Не просит его. Хорошо, Сказал премудрый, Муж мудрый Пребывает под кровом его. Сколько раз Саул покушался Умертвить блаженного Давида. Что не делал, Как не ухитрялся. Но как Давида Покрывал Господь, То всякий умысел Саула Оставался тщетным, И не только это. Но и сам он часто был Придаваем в руки святого, Который, однако, Щедил его, Не имея против него Ожесточенной и мстительной злобы. Однажды спросили Аву, Как достигнуть того, Чтобы не гневаться, Когда унижают И злословят другие. Он ответил, Кто в сердце своем Имеет в себя ничтожнейшим, Тот никаким унижением Не возмущается, Как сказал Ава Пимен, Если уничижишь себя, Будешь иметь покой. Один брат из числа Живших со мной И схему от меня получивших, Которого я старался обучить Всякой добродетели, И которому снисходил иногда По причине немощи его, Так как он был нежного сложения, Сказал мне в один день, Авва мой, Я сильно люблю тебя. Я ответил ему, Я еще не встречал человека, Который бы любил меня так, Как я его люблю. Вот на ней ты говоришь, Что любишь меня, И я верю тому. Но если случится тебе Что-либо неприятное от меня, Ты не останешься таким же. Я же, Что бы ни потерпел от тебя, Всегда останусь одинаково Расположен к тебе, И ничто не может Отторгнуть меня От любви к тебе. Прошло немного После того времени, И он, Не знаю, Что с ним сделалось, Начал говорить на меня Многое, Даже до срамных речей, И я все то слышал, Когда сказал я в себе, Он прижигатель Иисусов, И послан вылечить Тщеславную душу мою. Есть обычай на Востоке Лечить прижиганием. От таковых Внимающий себе Может снова приобресть То, Что теряет Через ублажающих его. Он истинный мой благодетель. Я всегда поминал его, Как врача и благодетеля своего. Тем же, Которые извещали меня О его речах, Говорил, Он узнал только Явные мои худости. И то не все, А часть некую. Сокровенные же Мои недостатки Бесчисленны. По времени Встречается он со мной В Кесарии Палестинской. Подходит И по обычаю Обнимает и целует Меня и я его, Так как бы между нами Ничего не было. После таких наговоров Он так обнимал меня, Встретясь со мной, Без сомнения, Потому что я не показывал Ему никакого подозрения И немалого вида Оскорбления, Хотя все слышал. Но он сам Пал в ноги мне И обнял И сказал, Прости мне, Отче мой, Ради Господа, Что я так много Говорил на тебя Нехорошего. Я же, Облабызав его, Ласково сказал ему, Помнит ли твое Боголюбие, Как когда ты сказал Мне, Сильно люблю тебя, Я ответил тебе, Что еще не встречал Человека, Который бы любил меня Так, Как я люблю его. И что если случится Тебе что неприятное, Ты не останешься Таким же. Я же, Чтобы не пострадал От тебя, Всегда буду К тебе одинаков, И ничто не может Отторвать меня От любви к тебе. Да удостоверится Же сердце твое, Что ничто не утаилось От меня Из того, Что говорил ты. Но и где, И кому Все слышал. И никогда не сказал, Что это не так. И никто не мог Склонить меня Сказать что-нибудь Худое. Но я говорил еще, Что говорит он, Говорит истинно. И говорит из любви. И считая тебя своим, Никогда не пропускал я Поминать тебя В молитвах моих. И чтобы дать тебе Еще большее Свидетельство любви Моей к тебе, Открою тебе, Что как некогда Сильно заболел Глаз мой, Я, вспомнив о тебе, Положил на нем Знамение Честного Креста И сказал, Господи Иисусе Христе, Ради молитвы Его исцели меня. И я исцелился тотчас. Не знаем мы, люди, Как сделать, Чтобы нас любили И почитали, Но потеряли Всякий смысл. Если мало потерпит Кто на брате своем, Когда он гневается Или скорбит на него, То он скоро придет В себя, И узнав, Как тот потерпел на нем, Самую душу свою Положит за него. При этом однажды Припомнил блаженный Зосима о некоем брате, Рассказавшем ему, Что он имел Аву весьма кроткого, Которого за великую Его добродетель И чудеса, Им творимые, Вся страна Почитала, Как ангела Божия. В один день Брат сей, Движимый врагом, Подошел к нему И начал До последней меры Злословить его При всех. Старец спокойно Стоял при этом, Смотря на уста его, И потом сказал, Благодать Божия В устах твоих, Братья мой. Он же еще более Вознеистовствовал, Закричал, Знаю я, Ты это говоришь, Бессмысленные Чрево неистовства. Бессмысленные